С 90-х годов 18 века в североамериканском диспенсационализме зародилось движение, которое получило название «Прогрессивного диспенсационализма». Кто-нибудь из вас слышал о прогрессивном диспенсационализме? Вижу, что некоторые слышали. Зародилось оно преимущественно в Далласской богословской семинарии в штате Техас, а также в Талботе, штат Калифорния. Его сторонниками можно считать таких людей, как Крэг Блейзинг, Даррелл Бок и ряд других теологов, которые называют себя прогрессивными диспенсационалистами. Кратко о сути этого движения. Согласно этому подходу, семь классических диспенсаций Скофилда, и обратите внимание, он предусматривает анализ всей Библии. Именно поэтому я и называю это пробу пера в библейском богословии. Анализируется весь текст от Бытия до Откровения. Предпринимается попытка понять, как сама Библия раскрывает свой сюжет. У прогрессивистов семь диспенсаций превращаются в четыре. Итак, первая диспенсация здесь патриархальная. Она длится от призвания Авраама до Исхода, то есть до горы Синай. Вторая диспенсация это диспенсация закона Моисеева. Посредством этого Бог взаимодействовал с человечеством со времен Моисея до Вознесения Мессии. Итак, первая диспенсация включает в себя обетование Аврааму и длится до Исхода. Вторая начинается с Синайя и Моисея и продолжается до Вознесения Христа. Третья диспенсация называется Экклезия. Она длится от Вознесения Иисуса Христа до Его возвращения, до второго пришествия Мессии. Напомню, эта диспенсация называется Экклезия. Итак, если в классической схеме Скофельда благодать — это отдельная шестая диспенсация, то в прогрессивном подходе диспенсация благодати — это диспенсация церкви. Есть еще и четвертая диспенсация. Называется она диспенсация Сиона. И в ней выделяется два аспекта. Первый — тысячелетнее царство. выражение. Вот какое место в этой классификации занимает тысячелетнее царство, на смену которому придет вторая, вторая фаза четвертой диспенсации — вечное царство. новое небо и новая Земля. Скажите, а это общепринятая классификация диспенсаций? И если да, то в каких источниках она излагается? По этому вопросу порекомендую вам несколько источников. Мой материал, если я точно помню, основан на работах Райри, однако могу посоветовать вам и ряд других источников, что и сделаю в свое время. Что важно помнить в отношении различий между прогрессивным и классическим диспенсационализмом? Для знакомства с классическим диспенсационализмом прочтите Библию Скофилда с ее комментариями, рамками, разграничивающими диспенсации. С точки зрения прогрессивного подхода, Христос правит в данный момент. Он уже царит. Он вознесен на престол Давида на небесах. Он уже сейчас Господь и Царь. Тогда как, согласно классической схеме, Христос будет править во время тысячелетнего царства. Итак, прогрессивисты утверждают, что Христос царит уже сейчас. Его правление на земле с их точки зрения начнется только во время, только с началом тысячелетнего царства. Повторюсь, прогрессивисты утверждают, что Иисус царствует уже сейчас. что означает, что мы уже сегодня можем испытывать на себе благословения Нового Завета. Те благословения, которые в соответствии с классической схемой связаны исключительно с тысячелетним царством, по этой схеме доступны уже сейчас, так как Христос уже правит. тем не менее, во всей полноте эти благословения мы испытаем только в тысячелетнем царстве. Так говорят прогрессивисты. Что в их подходе остается несколько неясным, это то, взаимодействует ли сегодня Бог с двумя отдельными народами. с Израилем с одной стороны и с Церковью с другой. Представляется, что Бог работает только с одним народом, но в нескольких фазах. С позиции прогрессивного диспенсационализма вся Библия объединена идеей царства. Те из вас, кто уже изучал Новый Завет, увидят, что частично прогрессивный диспенсационализм включает в себя некоторые противоречия, связанные с царством, которое вы будете изучать в ходе исследования Нового Завета и которые традиционно выражаются фразой «уже, но еще не». В контексте изучения Нового Завета вы будете также проходить «Инаугурационную эсхатологию». И здесь вы увидите влияние на нее прогрессивного диспенсационализма. Интересен тот факт, что многие классические диспенсационалисты, как кажется, совершенно этим недовольны. Есть словарь, которым я абсолютно восхищен. под редакцией Мэла Кауча. Вероятнее всего, полное имя Мэлком Кауч. Итак, редактор Мэл Кауч или Мэлком Кауч. Это словарь богословия премиленаризма. Словарь богословия премиленаризма. Я думаю, если вас интересует эсхатология и этот словарь будет опубликован в Северной Америке, то его стоит приобрести. Читая статью за статьей, вы увидите, проводимое автором разграничение между классическим или нормативным диспенсационализмом и прогрессивным диспенсационализмом. Посему, прогрессивный диспенсационализм вызывает немало споров. Хотя, ему посвящена одна из статей данного словаря. И опять-таки, с точки зрения не прогрессивного, а классического диспенсационализма, написана книга по диспенсационализму Чарльза Рарри. Краткое описание прогрессивного диспенсационализма представлено в статье Даррелла Бока. Даррелл Бок в журнале Евангельского Богословского Общества. Журнал Евангельского Богословского Общества за сентябрь 1998 года. В конце этой статьи в библиографии вы найдете другие источники по теме прогрессивный диспенсационализм. Называется статья автор Даррелл Бок «Почему я диспенсационалист со строчной буквой Д?» «Почему я диспенсационалист с маленькой Д?» У меня вопрос об инагурационной эсхатологии. Скажите, это понятие лучше всего выражено у прогрессивных диспенсационалистов? Судя по всему, именно они больше всего об этом пишут и говорят. Другими словами, можно ли сказать, что инагурационная эсхатология является одной из главных черт прогрессивного диспенсационализма? Или же это понятие разрабатывается и в других подходах? Да. И это мое мнение. Думаю, прогрессивный диспенсационализм заимствовал опыт исследования Нового Завета и сформированное в итоге понимание эсхатологии, как она представлена в Евангелиях, понятие «уже, но еще не». Отчасти царство есть, но лучшее еще грядет. И эта напряженность, как мне кажется, отражена в прогрессивном диспенсационализме. Утверждение о том, что названное благословение мы испытываем уже сегодня, характерно для классического диспенсационализма. Полагаю, что это мысль о том, что мы уже живем во время царствования Христа. Его, с их точки зрения, не надо ожидать. Иисус уже восседает на Давидовом престоле. И это, как мне кажется, одна из ярчайших черт. Другая заключается в том, что в Божьей деятельности церковь, как раньше, не заключена в скобке. Бог взаимодействует с одним народом. Эта фаза уже достигнута с точки зрения положения или звания. Мне кажется, более детально этот вопрос раскрыт в статье Даррелла Бока. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Для наших целей ценность этого раздела, посвященного Скофилду и прогрессивному диспенсационализму, заключается в том, чтобы посмотреть, какие попытки были предприняты для целостного осмысления Библии. Как это записано в последнем издании Библии Скофилда, датируемом 2002 годом, новая версия Короля Иакова Учебная Библия Скофилда. Вот что написано во вступительной статье. Самое первое издание 1909 года Библия Скофилда была нацелена на то, чтобы помочь всем изучающим Писание увидеть его как единое целое. Как единое целое. И это то, что нам хотелось бы. Это одно из желаний библейского богословия как дисциплины. Показать божественное откровение во всей его целостности от бытия до откровения. Вот поэтому мы с вами и коснулись подхода Скофилда и его вклада в богословие, а также темы прогрессивного диспенсационализма. Простите, у меня есть вот такой вопрос. В классическом диспенсационализме есть ли какая-то связь между Ветхим Заветом и Новым? Переносятся ли какие-либо понятия из Ветхого Завета в Новый? И если да, то в какой форме? И есть ли у всех этих подходов точки соприкосновения? Отдельные черты или характеристики могут сохраняться и в Новом Завете. Например, заповедь «Любить Бога». Однако даются они уже в новом контексте. Кроме того, важно понимать, что диспенсационалисты, классические или прогрессивисты, никогда не думали о том, что существуют какие-то иные способы спасения, независимо от количества диспенсаций, будь их семь или четыре. Спасение для них всегда обретается через веру. Веру в то, что Бог открыл в качестве своей воли в данном конкретном моменте времени, а также в прощении, которое зиждется на смерти Иисуса Христа. Неважно, какой диспенсации идет речь, патриархальные или обетования, закона Моисеева, ключ к спасению всегда и безусловно смерти Иисуса Христа. Иногда диспенсационализм намеренно высмеивают, нередко кальвинисты и реформисты, приписывая ему утверждения о разных способах спасения. Я совершенно определенно такое мнение не разделяю. Среди наших преподавателей также есть представители диспенсационализма и, как мы далее с вами увидим, представители богословия завета. Учитывая тот факт, что точкой соприкосновения для всех этих подходов является спасение, что, по вашему мнению, выходит на первый план? Что выходит на первый план – это благодать, обретаемая во Иисусе Христе и Его кресте. Доктор Коул, мы видим, что схемы различны и они постоянно меняются. Есть ли библейское основание для такого изменения схем? Каково библейское обоснование изменения схем? Этот ответ потребует углубления в детали. И это было бы весьма интересно. Но пока я хотел бы порекомендовать вам прочесть все эти источники, если данная тема вызывает у вас особый интерес. Полагаю, нам следует согласиться с тем, что диспенсационалисты мы все. Вопрос не в том, диспенсационалист вы или нет, а в том, сколько диспенсаций вы выделяете. Ведь даже если вы самый что ни на есть классический кальвинист, вам все равно придется рассматривать и Ветхие и Новые Заветы. Поэтому суть не в том, видите ли вы различные фазы в реализуемом Богом плане спасения, а в том, сколько таких фаз вы выделяете и каким образом вы их разграничиваете. Именно это имеет значение. Субтитры Игорь Негода